Добрый день! В эфире программа «Из первых рук». У нас в гостях сегодня председатель областного совета ветеранов спорта Владимир Александрович Коренков. Владимир Александрович, здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, появилась у нас новая организация, Совет ветеранов. С чем связана необходимость такой организации? Ну, она не совсем новая. Мы просто возродили эту традицию. В Советском Союзе это было хорошо развито. Продолжается это движение ветеранское, но здесь немножко мы последние годы упустили, забросили это дело. Ну, нашлись группа инициативная, которая собрала, решили провести учредительную конференцию. На учредительной конференции был утвержден устав. Нашей организации областного совета ветеранов спорта. Избран областной совет, в который вошли представители всех районов нашей области, в том числе, значит, города Октябрь. 29 человек. Избранный исполком и руководящий состав. Ну, хотелось бы просто отметить, что в состав исполкома вошли такие знаменитые люди, как неоднократный чемпион мира в основном возрасте и потом чемпион мира среди ветеранов. Это наш восточник Ашим Кали. Это наш знаменитый тренер. Он заслуженный тренер Казахстана и Киргызстана по самбо. Курмагамбетов Асалбек. Это полковник в отставке Арестан Турмагамбетов, который хоть и в МВД проработал всю свою практическую жизнь, но он тесно связан со спортом. Он мастер спорта в трех видах борьбы. Ну и ряд других товарищей, потому что у нас есть там представители высших учебных заведений, которые проработали большое количество лет. Это АйПиесов, Закиржанов, это ряд других товарищей, которые непосредственно сегодня объединили. То есть на этих людей легла такая ответственность за возрождение ветеранского движения. Прежде всего, цель, самая главная. Да, давайте поговорим о задачах, которые стоят. Да, главная задача этого, ну естественно, пропаганда здорового образа жизни. Это первое. Второе. Сегодня много молодых специалистов приходят в детские спортивные школы, ну опыта не совсем достаточно. И мы здесь как раз ставим перед собой задачу, чтобы привлечь ветеранов спорта, для того, чтобы они оказали практическую помощь в подготовке молодых спортсменов. Молодым тренерам, которые только начинают работать. Подсказали своим советами, поделились опытом. Плюс, это прежде всего и пропаганда. Вообще, у нас ветеранов мало, где мы принимаем участие, а здесь хотелось бы охватить именно спортивные школы, детские. И не только, дошкольные учебные заведения, да, общеобразовательные школы, учебные заведения, вообще спортивные школы в том ракурсе, чтобы пропагандировать именно спорт среди молодежи. Ну и, естественно, у нас при каждой федерации вообще-то существует комиссия ветеранов спорта. Почему такая комиссия существует? Потому что у нас, как и во всем мире, проходят ветеранские соревнования. Ветеранские соревнования проходят, вот в 2020 году пройдет очередная спартакиада ветеранов спорта, где будут принимать участие именно только ветераны. В том числе наши. И здесь надо смотреть, они приходят с одним только вопросом, где позаниматься, материально-техническую базу. Значит, на нашем учредительной конференции присутствовал начальник управления, он заверил, что будет поддержка от управления в этом плане, материально-технического управления, физической культуры и спорта. Да, Майронбек, он так и отметил, что мы будем всячески поддерживать ветеранское движение. То есть будет оказываться помощь с предоставлением помещений для занятий спорта? И представление бесплатное помещения спорта, потому что куда ни приди, сейчас все хотят на хозрасчет перейти. И второе, значит, оказание материальной помощи в участии на международных соревнованиях, чемпионатах мира, республики и Азии. А у нас есть такие спортсмены. Вот Кадыржан Искандирович, значит, он занимается, он мастер спорта по тяжелой атлетике, но сейчас по роллифтингам занимается. И довольно-таки успешно он стал в одном из упражнений чемпионов мира, серебряным призером многоборья. Ему уже 72 года, как-никак продолжает активно. И других агитирует на это дело, показывает. Вот на таком примере можно подсказать еще, что много-много еще можно сделать, несмотря на... Ну, не все. Я понимаю, что не все ветераны спорта, которые закончили спортивную карьеру, они могут дальше активно... У кого-то травма, у кого-то еще непорядок со здоровьем, но они настолько привязаны к спорту, что они без него жить не могут. И для этого мы, конечно, хотим создать такие условия, чтобы они могли посещать спортивные мероприятия, спортивные линейки там всевозможные. То есть участвовать в патриотическом воспитании, да? И участвовать в патриотическом воспитании, и вообще жить полноценной жизнью без отрыва. Потому что, ну, закончил, отправили на пенсию, все на этом что-то закончилось, ни в коем случае. Они так же должны продолжать. Все-таки тянет, спорт тянет. Он это такое болото, грубо говоря, что затягивает, и это до конца жизни. Невозможно выбраться, да? Невозможно выбраться. А Владимир Александрович, скажите, пожалуйста, вот вчера прошла первая учредительная конференция, да? Определили задачи. Теперь дальнейшие шаги, вот первые какие, что вы будете... Ну, первые шаги, значит, мы договорились, что областной совет мы будем собирать раз в году. Это в обязательном порядке. Между этими будет работать, значит, исполком. Члены исполкома сегодня собираются, мы уже наметили план действия, план работы, в каком направлении и что должны сделать на первых порах. Самое главное, это на сегодня в каждом районе не забыть ни одного ветерана спорта, привлечь их к активному, к активной жизни в спорте. Кто-то работает, кто-то уже не работает, но они все живут спортом. Это вот первые шаги такого плана, организационного. Ну, а потом у нас впереди задачи, задачи большие, задачи большие. Это оказание практической помощи все-таки спорту. Люди у нас опытные, они знают, куда идти и как вести за собой. Второе, значит, в 2020 году будет очередная спартакиада ветеранов спорта Республик Казахстан, где нам предстоит уже подготовить сборные команды, а там где-то 10-12 видов спорта, и примем там активное участие. Сегодня спорт у нас, вообще-то, начал подниматься. Подниматься довольно-таки хорошо. Вот только что закончился, значит, чемпионат Республики Казахстан по плаванию, притом в трех возрастных группах. И что надо отметить, что 53 медали, завоеванные спортсменами нашей Актюбинской области, это говорит уже о многом, потому что там более 30 медалей только золотых. Это в трех возрастных группах, потому что можно сказать, что на самом деле, что такая программа. Нет, плавание разогревает 32 комплекта, но там три возрастные группы участвовали. Старшая. Радует молодежь и подрастающее поколение Актюбинской обтукариевая. Это Софья, ей всего-навсего 11 лет, она плыла вместе со взрослым и взяла в комплексном плавании бронзовую медаль, выиграла. Но это говорит о том, что вот такие юные дарования. То есть молодежь радует своими успехами, да? Да. Можно сегодня говорить, что возрождается, не просто возрождается борьба греко-римская или вольная, есть уже успехи определенные, и на сегодня у нас вольники признаны лучшей в Казахстане. Лучшей в Казахстане. На сегодня они не забывают своего старого наставника, это заслуженного тренера Казахской ССР Алексея Ерсеньевича Семкина. Постоянно его приглашают. При входе в детскую спортивную школу сразу видно его портрет, на первой висит. Это основатель борьбы, мы на него опираемся, на таких, как он. Продолжаем. Ну и от других видов спорта. Настольный теннис. Сейчас зимние виды стали возрождаться. Лыжные гонки. Кстати, намечено строительство лыжной базы, новой, с лыжероллерной трассы. Трасса у нас утвержденная. 12 человек у нас в школе-интернате в Редигере находятся. На ней выступает Зактюбинская область. Уже начинается с этого года возвращаться сюда, в который закончили учебные заведения. И это уже тренеры готовые. Так что мы будем опираться и на молодежь, которая будет тренироваться. Но им тоже надо помочь на первых порах. А что касается ветеранов спорта, о каком возрасте идет речь? Ветеран спорта. Вообще-то закон о спорте, он так гласит. Ветеран-спортсмен. Это спортсмен, закончивший активное выступление на спортивной карьере. И продолжается просто... Вот здесь мы опираемся на то. Каждый вид спорта имеет свою специфику. Скажем, плавание, фигурное катание, гимнастика художественная. Там довольно-таки в молодом возрасте уходят. Ну, где-то продолжают работать, где-то... Ну, у них тоже проводятся соревнования. Основные, основные чемпионаты мира даже, которые проходят, это где-то 40 лет и старше. Там это учитывается. Спасибо большое, Владимир Александрович. Я благодарю вас за содержательную беседу. К сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Всего доброго. До свидания. До свидания.